Всех приветствую на канале Банковский. Сегодня мы разберемся, что можно оплатить через Paypal. На самом деле система Paypal, она несколько более замороченная, чем привычные нам системы, там типа Яндекс.Деньги, Юмани, или там WebMoney, или например там Kiwi, да, система. То есть там действительно все намного проще. Здесь система эта зарубежная, она заточена под специфические задачи. В частности, вот для взаимодействия между другими пользователями системы, это как бы Paypal, она идеальна. То есть вы можете отправлять средства, вы можете получать средства, можете заниматься бизнесом посредством этой системы и отследить, скажем так, эти транзакции внутри системы. Ну, будет не просто практически невозможно, а невозможно для отечественных систем. Поэтому для скрытого такого бизнеса это будет очень хорошо. Но опять же, например, можно выступать в роли кредитора самому, да, либо у кредиторов брать деньги и расплачиваться через систему Paypal. Можно оплачивать товары от частных продавцов какие-то, да, можно самому выступать в роли продавца, если есть что продавать, и взаимодействовать через систему Paypal. В какой-то мере система так ушла в тень и как бы из-за этого многие страны, в том числе и Российская Федерация, например, не очень эту систему любит. И, соответственно, вставляет им палки в колеса всячески. Ну, вот, например, если лет так 5-7 назад еще был огромный список интернет-магазинов, которые работали с системой Paypal, то сейчас это число этих магазинов поредело очень существенно. И вот вы перед глазами видите, да, список, в принципе, магазинов, которые еще работают с Paypal, но тоже там оплата не всегда проходит без проблем. То есть система зависает периодически. Вообще кнопка оплатить через Paypal не работает. Ну, то есть есть уже сбои серьезные. Я думаю, через некоторое время вообще от Paypal откажутся интернет-магазины, которые работают в России. Даже зарубежные интернет-магазины тоже принимают оплату со скрипом. Некоторые вообще не принимают. Поэтому, ну, как бы делайте выводы. Но в Paypal есть такая фишка, которая помогает обойти в некоторых случаях вот эти ограничения. То есть к личному кабинету Paypal можно привязать банковскую карту или банковский счет. У меня, в частности, привязана банковская карта Альфа-банка. Ну, не важно, там кредитная, дебетовая. Вы можете с карты оплачивать покупку через Paypal. Ну, как бы здесь в любом случае такая покупка, она уже будет персонифицирована. То есть все увидят, что вы платите с карты. Но, как бы вы сможете сохранить, скажем так, возможность использовать систему Paypal. Даже в том случае, если от нее откажется большинство. Поэтому, как бы, ну, если вам она нравится, если вы привыкли ее использовать, то привязка карты расширит ваши возможности. Если у вас вопросы возникли какие-то по данной теме, пожалуйста, задавайте их в комментариях. Мы с удовольствием ответим. В описании к данному ролику вы можете найти ссылки на лучшие финансовые продукты. Если этот ролик был вам полезен, ставьте палец вверх. Жмите на красную кнопку подписаться под видео. Жмите на колокольчик. И всего вам доброго.